Но на ведение порядка в регулировании экономики в России может уйти 2-3 года. Об этом на текущей неделе заявил глава Минэкономразвития страны Максим Орешкин. По его словам, сейчас российские власти стремятся сделать деловой климат полностью предсказуемым, как на макро, так и на микроэкономическом уровне. Далее цитата. «Мы планируем переработать все регулирования, которые были в прошлые годы, чтобы избавиться от ненужных норм, провести реформу под названием регуляторная гильотина, сказал министр. Данная реформа должна завершиться к 21-му году». 21-й год, кстати, дата для отечественной экономики знаковая. Сто лет назад пришедшие к власти коммунисты провозгласили новую экономическую политику – НЭП. Шаг этот был по большей части вынужденный. Страна буквально лежала в руинах. Катастрофические разрушения, которые принесла гражданская война, крах производства, сельского хозяйства, голод и народные восстания. Можно сказать, что НЭП спас молодое советское государство от окончательной катастрофы. Вновь легализованные рыночные отношения, по сути, возродили экономику в стране. Вернулись частные предприятия, в страну пошли иностранные инвестиции, произошла стабилизация денежной системы. Постепенно отменялись госмонополии на производство различных видов продукции и товаров. Ленин говорил, что НЭП это всерьез и надолго, правда, при этом давал ему не более 10 лет. Но после смерти вождя новая экономическая политика продержалась лишь несколько лет. Уже в 28-м с ней было покончено. Реформы 90-х, рост экономики в нулевых вполне можно сравнить с тем советским НЭПом. Правда, народившийся на рубеже 20-21 веков российский бизнес, в отличие от ленинского собрата, держится несмотря ни на что. Даже на регулярные обещания о поддержке. Это повторяющаяся картина, реально. Мы, к сожалению, она повторяющаяся, она напоминает ситуацию с НЭПом, а, к сожалению, у нас и другое они повторяют. Мы как-то пропустили один очень важный этап, который был 100 лет назад, это индустриализация страны. Михаил Петриченко – уполномоченный по правам предпринимателей в регионе. По его мнению, вопреки декларациям, число препонов для бизнеса меньше не становится. Новые инициативы порождают новые проблемы. Все-таки у нас КПА законотворческий, так или иначе, ориентирован на создание новых законодательных инициатив. И все законодательные инициативы, к сожалению, последние пять лет, то, что мы наблюдаем, они идут в сторону ужесточения и усиления проблем. То есть говорится о том, что необходимо уменьшать количество новых законодательных актов, бизнес должен существовать в стабильных условиях, но у нас, к сожалению, это не происходит. Проблема с чем на сегодняшний момент, вот самая большая и самая основная проблема, если мы будем говорить для бизнеса, малого возникает. Ну, самое серьезное – это отмена ЕНВД с 2021 года. История этого налога старая, он с 1999 года, уже 20 лет. Да, есть определенные нюансы, если рассматривать историю, он бы выводился для того, чтобы выводить из тени, но с реквидацией этого налога мы получим то, что большая часть бизнеса либо уйдет в тень, либо будет адаптироваться с очень болезненно к другим типам налогообложения. Но полноценной замены ни патент, ни упрощенная система налогообложения, единого налога на уменьшенный доход пока невозможно. Вторая проблема очень большая – это контрольно-кассовая техника. Она тоже связана с едином налога на уменьшенный доход, очень много вопросов связанных с ведением определенных видов деятельности, дополнительный нагрузок так называемый неналоговый. То есть вхождение на сегодняшний момент в бизнес нового, новых предпринимателей, оно утяжеляется. Если раньше там это стоило, там зарегистрировали уставный капитал 10 тысяч рублей, и можно было уже начинать дело. На сегодняшний момент это уже дополнительные затраты, связанные с содержанием контрольно-кассовой техники, ведением бухгалтерского учета и так далее. Столетия назад, вновь разрешив ведение бизнеса, государство не отдало в руки частников самые лакомые куски. Сохранялась монополия на внешнюю торговлю, использование транспорта, закупки сельхозпродукции и всех видов сырья. В руках госаппарата были все финансовые ресурсы. Вот и сейчас есть целые отрасли, где доля частного бизнеса минимальна, либо вовсе равна нулю. Крен в экономике делается в сторону крупных госкорпораций или компаний с серьезным участием в них государства. С точки зрения объемов корпораций и валового продукта, только недавно читал информацию, порядка 70% это госкорпорации и государственные банки на сегодняшний день, опять же, с участием в доле государства обслуживают. Впрочем, тот же министр Максим Орешкин говорит, что да, в России есть стратегические отрасли, где доля государства высока, но и малому бизнесу есть где развернуться, к примеру, в сфере услуг или IT-технологий. Этот сектор, мы видим, развивается другими темпами. Там двузначные темпы развития, 20-30% ежегодно этот сектор прибавляет. Михаил Волков – член областной общественной палаты и предприниматель. Он не согласен с тем, что нынешняя ситуация в экономике напоминает НЭП. В отдельных секторах бизнес показывает вполне неплохие результаты. С одной стороны, есть положительные вещи, то есть, например, у нас очевидный прогресс происходит в сельском хозяйстве, у нас происходит положительная динамика в переработке сельскохозяйственной продукции. Проблема в том, что, конечно, эти отрасли не составляют большинство ни российской экономики, ни, очевидно, экономики Саратской области. Тем не менее, Михаил Волков признает, класс предпринимателей существенно сокращается. Получается, что у нас 6 лет назад в области было 82 тысячи предприятий всех видов, то есть, это и микро, и малые предприятия, индивидуальные предприятия и так далее. Но в настоящее время, вот два года назад, у нас их было 76 тысяч, и говорили, что есть рост у нас в этом вопросе. Я вот этих цифр не очень понимаю, да. А вот последняя цифра неделю назад, которую мы получили из Минэкономики, это 73 тысячи 900 предпринимателей. То есть, динамика очевидна. НЭП версия 1.0 кончился быстро и ожидаемо. Его современная версия пока жива. Однако, есть ли у нее будущее? В настоящее время в Саратской области создана инфраструктура поддержки бизнеса. Начиная с многофункциональных центров по оформлению документов, фонд микрокредитования, венчурный фонд, бизнес-инкубантер, корпорации развития и масса-масса других структур. Поэтому я вижу, что большое количество денег, которое протекает из бюджета на поддержку бизнеса, на развитие, оно как раз попадает в эти самые структуры. И это, с одной стороны, хорошо. Проблема заключается в том, что из этих денег практически ничего не попадает в сами организации, которые объединяют этот бизнес. То есть, там, где сами предприниматели находятся, там, где они лучше понимают, что нужно для поддержки, вот туда эти деньги не попадают. И это проблема. Это существенная вещь. Поэтому мы говорим о том, что, с одной стороны, есть правильные задачи и цели, которые ставятся, а с другой стороны, вот именно в конкретном случае, реализация происходит не совсем корректным образом. Поэтому на сегодняшний день мы все абсолютно заинтересованы в том, чтобы приходили молодые предприниматели, чтобы они действительно поверили в то, что бизнес является действительно эффективной профессией, в которой можно себе реализовать. Но по факту, по статистике, таких людей обычно не более 3%. И сейчас мы уже ушли ниже этих 3%, если брать по количеству людей, которые находятся в этом секторе самостоятельно. Поэтому на сегодняшний день это проблема. И я думаю, что ее можно решить только комплексно, путем очень больших структурных перемен на федеральном уровне и на областном. Оптимизма нашим экспертам не занимать. Тот же Михаил Волков связывает надежду на лучшее с национальным проектом, посвященным поддержке малого и среднего предпринимательства. Срок его реализации до 2024 года. Цель – число граждан, которые заняты в этой сфере, должно достигнуть 25 миллионов человек. Как будет на самом деле, узнаем. Причем ждать осталось не так долго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова